Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана и сегодня вы узнаете уникальнейший рецепт домашней омолаживающей антивозрастной маски, которая состоит из простых доступных ингредиентов. Маска сегодняшняя на основе пищевой соды и лаврового листа. Заранее заварите лавровый лист и доведите его до комнатной температуры, так чтобы отвар настоялся. Сделайте отвар на полстакана кипятка, один или два лавровых листа. Маска подходит для всех типов кожи. Маска имеет очень приятную пышную консистенцию. Также эту маску можно наносить на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Также эту маску можно нанести и на кожу вокруг глаз. При нанесении домашних масок на кожу вокруг глаз наносите их вбивающими движениями от внешних уголков глаз к внутренним, так чтобы не растягивать кожу. Сделайте эту маску один или два раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску на подготовленную кожу в сауне или в бане. После применения этой маски, пожалуйста, напишите свой отзыв, помогла ли вам эта маска в домашнем уходе. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые и доступные ингредиенты. Основной компонент сегодняшней маски это обычная пищевая сода. Сода наилучший очиститель для кожи, который вы можете использовать в домашнем уходе. Сода отлично очищает кожу, убирает пигментные пятна, хорошо смягчает. Возьмите одну чайную ложку пищевой соды. Соду возьмите без горки. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится заваренный лист лавровый. Лавровый лист хорошо тонизирует кожу в сочетании с содой, дает очень хороший смягчающий и подлечивающий кожу эффект. С помощью отвара из лаврового листа можно приготовить огромное количество домашних уходовых средств. Также возьмите одну чайную ложку остуженного до комнатной температуры отвар лаврового листа и смешайте тщательно все компоненты так, чтобы сода хорошо взаимодействовала с жидким компонентом. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится жирная сметана. Сметана также хорошо смягчает кожу, дает осветляющий эффект и очень интенсивно разглаживает даже самые глубокие морщины. Сметану также можно заменить йогуртом. Если вы используете для приготовления сегодняшней маски йогурт, то используйте йогурт без красителя. Лучше всего возьмите натуральный йогурт. Тщательно взбейте все ингредиенты. Следующий компонент для сегодняшней маски для смягчения и интенсивного увлажнения кожи возьмите оливковое масло. Оливковое масло также хорошо смягчает кожу. Огромное количество питательных компонентов, которые входят в состав оливкового масла, хорошо ухаживают и убирают морщины на возрастной зрелой коже лица. Возьмите качественное оливковое масло первого холодного отжима. Если у вас нет под рукой оливкового масла, то его можно заменить на подсолнечное масло, нерафинированное. Также добавьте 10 капель оливкового либо подсолнечного масла. И тщательно смешайте все компоненты до получения однородной консистенции. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Для достижения лучшего эффекта нанесите эту маску на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Затем нанесите эту маску по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Нанесите эту маску в два слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Держать маску нужно не менее 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем, если у вас нет купероза. Если на коже имеются участки, поврежденные куперозом, то размягчите эту маску водой комнатной температуры. Смойте маску и нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока.